МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слава богалейкам, друзья. Проект Борода Аббата в Кусуная и здесь. На центральном стадионе проходит игра квалификации Лиги Чемпионов между Тоболом и венгерским клубом Ференс Вараж. Команда Станислава Черчесова практически по всем параметрам превосходит хозяев поля. АПЛОДИСМЕНТЫ На шестой минуте хорошую контратаку провели Костанайцы. Правда, до завершающего удара дело не дошло. Айбар Жакслыка проходил по правому краю. Затем уже Тошич пытался подать и Багдад Каиров подавал, но Аскап Тагберген не смог пробить по воротам, потому что немножко точности не хватило во время этой передачи. Но в целом Тобол пытается давить. Конечно же, Ференсвара чаще владеет мячом, но я думаю, что мы за счет игры вторым номером будем создавать моменты. А сейчас голсо-гамзи? Голсо-гамзи мандерт-турде. Пошем? Екенштейн да. А Бринштейн да? Джофф. Комсо-гат? 0-0 было. Комсо-гат? Тошич. Тошич, да? Да. 27-я минута хорошо. Прорвался по правому краю Бриджидо и пробил очень опасно. Немножечко не хватило точности легионеру Тобола, чтобы забить первый мяч в этой игре. Тобол! 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 Нравится, что Тобол в этой игре задействовал оба фланга. Багдад Каиров и Тошич активны. Также по левому краю частенько проходит Рубен Бриджидо, который мог забить. Ну и в центре проблем нет. И сама Жаренбета, Фиасхат и Габерген отрабатывают на все 200%. По первому тайму выводы такие. В общем-то Тобол очень неплохо играл вторым номером. Контратаковал. Мне кажется, что по опасным моментам хозяева поля значительно превзошли команду Станислава Черчесова. Пусть даже венгры чаще владели инициативой. Но мне кажется, что острее был именно Тобол. И Коснайдцы должны были в первые 45 минут матча забивать. Однако не повезло. Моменты были у Айбара Жаксылыкова. И Рубен Бриджидо дважды мог забить. И Тошич, так же, как и Тогаберген, который несколько раз пробивал по воротам. Был момент у Самата Жаренбетова. Конечно, можно ответить и Багдада Кейрова, который очень часто по правому краю прорывался. Ну и, конечно же, Рубен Бриджидо был очень-очень активен. Надеюсь, что во втором тайме мы забьем таки гол в ворота Ферензварыша. Рубен Бриджидо был очень-очень активен. Рубен Бриджидо было очень-очень активен. Венгрия команда. В первую очередь прессинге. Но Ференс Варуш команда суток көртесулах пойды. Но войнын арасындағы дүшлістерде кешкене кейдереге терген сияқты. Хайты кеменде Ференс Варуш, Европа тәжебелі команда. Венгрия команда физикалық денгелерін көртесуыздар. Ойдар өте шапшан, өте мұғым. Сонты тамызым тобыл, и 2-ш тайында жақсы ойнын берден көрсеттегі. Чуть-чуть надо додавить. Чуть-чуть не повезло. В одном моменте не повезло. Моменты есть. Тошич красавец вообще. Только Тошич? А Бриджида? Бриджида, они вдвоем. Айбар? Ну прессингует, молодец бегает. Я думаю, Сергей выйдет. Я не знаю, почему он в основе не вышел. А потому, что за счет контратак играет табола у Айбара хорошая скорость. Ну видно, он прессингует. Что вы думаете? Меня зовут Асхат. Я говорю, что я не знаю, что Асхат. Я говорю, что Асхат. Он тоже. Мы сейчас живем в Айбар. Но мы сейчас живем в Айбар. Но теперь 2-ш тайында он так эффект. И, конечно, 1-ш тайында он не может быть асабрыш. И, конечно, не может быть. Сергей выйдет? Да, Сергей. Он может быть. Прогноз? Я думаю, 1-0 будет. 1-0 победа. Кто забьет? Тошик. Или Сергей? Может, Тағыберген забьет. Дальний удар? Пару раз пытался заблокировать защитников. Алға Табыл. Табыл победа. Какой? Я не знаю, что мы не забыли. Мы не забыли, что мы не забыли. Но мы не забыли. Мы не забыли. Мы не забыли. Тағыберген. Солтан, Тобыл. Начало второго тайма и самым активным пока у Табола является Зор Антошич. Что касается венгров, то на 52-ой минуте очень опасный удар поворотом Мокина. Они наносили, но в створ гости не попали. Дают гости играть за счет креативных действий со стороны Тошича. Каирова Бриджидо удается создавать моменты. Правда, не хватает, скажем так, последней острой передачи. Не хватает на завершение в наших атаках. Именно поэтому Табол пока не может забить. Хотя, в целом, хозяева выглядят очень и очень неплохо. Пошедший по силе удара в исполнении капитана Асхада Тагибергена. Кипер Карензварша потащил и Табол тем самым заработал угловой. Чуть больше часа отыграли обе команды. И Милан Миланович решил убрать одного из самых активных игроков в этом матче. Рубена Бриджидо, выпустив на поле центр форварда Игоря Сергеева. И, таким образом, центральный нападающий Айбар Жаксулыков, который играл как раз на позиции Сергеева, будет играть сейчас слева вместо Бриджида. А Сергей, как обычно, на своей позиции. Седьмая минута. И снова Асхад Тагиберген. Снова дальний угол. И снова лидер Табола не попадает в створ в ворот. К сожалению, даже в те моменты, когда вратарь Ференс Вараша, казалось бы, свою команду не вручает. Ажиотаж по этой игре в небольшом Костная, конечно же, сумасшедший. Билеты буквально за пару дней раскупили. И поэтому те, кто не смог купить, билеты просто расположились сзади ворот. Мач упущенных возможностей. Пожалуй, так можно охарактеризовать прошедшую игру, в котором Табол доминировал. Больше имел острых, хороших моментов для того, чтобы забить гол. Однако не повезло. И Асхад Тагибергену, и Айбару Жакселыхову, и Тошичу. А также остальным футболистам, которые атаковали, давили. Пусть даже венгрии, может быть, чаще владели инициативой. Но у ворот Мокина было только считанное количество опасных моментов. Поэтому мне кажется, что Табол переиграл. Но фарта и удачи не хватило хозяевам поля. Время! 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 В Центральная в Косанае, поэтому поблагодарили и после игры на болельщиков не забыли самое главное. Продолжение следует... Как вы думаете, кто был ближе к победе? Что вы думаете, кто был ближе к победе? Тобол или Ференс Вараж? Что вы думаете, кто был ближе к победе? Тобол или Ференс Вараж? Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, что у вас не получилось в этой игре? Забить гол. Следующий вопрос. Сильная сторона Тобола. Сильная сторона Тобола. Это Тобола, потому что и мой коллега. Я про свою команду могу говорить, не про соперника. Сильная сторона Тобола. 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 О, что вы не забили. Все было на своем месте. Особенно первый тайм. 25-30 минут. Очень хорошо играли и начали. Второй тайм хорошо. И в конце может быть два-три момента, что создали, мы могли и забить. Но я доволен, потому что соперник сильный, много легионеров там и хорошо играют в футбол. У них сильная команда. Это только первый тайм. Второй тайм играем в Будапест. Попробуем, чтобы еще раз их закрыли хорошо в центре поля и чтобы были еще опасны как период, чтобы создали и лучшие моменты, чтобы забили, почувствовали соперника. Я надеюсь, что будем хорошие анализы сделать и чтобы подготовилися на следующую игру. Первый вопрос. Такое впечатление у нас сложилось у болельщиков, что фенесар был по зубам. Да, это как бы грант европейского футбола. Но такое впечатление, что он мог выиграть. Чего не хватило? И почему не вышел с первых минут Сергеевна играл? Ну, как бы это? И как Айбар играл? Неплохо. Неплохо. Это было и цель, что... Сергей все-таки более мастеровитый. Ну, это вам решать. Я просто вопрос. Чего не хватило того, чтобы все-таки забить? Да, мне не хватило чуть-чуть удачи сначала. Но он тоже у нас суперник был сильный. Знаете, играете сильную оборону и атаку, особенно атаку. Айбар хорошо играл, как я планировал, 60 минут, но он играл и 70. И хорошо борелся, много единоборствовало играл. Я надеюсь, что и Сергеев хорошо вошел в игру. Но мы не можем так легко против фернцвараща и этих сильных командий создать моменты перед голом. Один, два, три было. Пару ударов Аскат, то есть Иоанн Манович. Было пару ударов. Рошич был хороший первый тайм. Второй вопрос. В гостях какую игру ожидаете? Табул будет больше играть от обороны или по-прежнему так же атаковать? Мы зависимы от соперника. Я думаю, что, может быть, сначала будем чуть-чуть и назад садиться, но надеюсь, что соперник не будет так сильный, что мы их восстановим в центре поля, что им не бы дали возможность забить наши ворота, что бы стояли далеко от наших ворота. Тогда мы зависимы от наших атакующих, как быстрые переходы будут, транзиция, как переход, можно сказать, чтобы быстрые переходы были из обороны в атаку. Если мы будем серьезнее, тогда они будут чуть-чуть осторожнее. А в самом начале матча «Мандраж» был у ваших футболистов или это не показалось? Не понимаю, «Мандраж» был у кого? Был ли у ваших футболистов в самом начале? Я думаю, нет. Они после, когда увидели трибуны полные и хорошую атмосферу, я думаю, что это была хорошая поддержка, что они видят. Ваш план на игру выполнен, сто процентов? Мы не забили, не сто процентов, но близко не может быть удовольным сто процентов. Я говорю, что это только первый раз. Второй раз увидим, надеюсь, что игра не поменяется. Если не поменяется игра, если так будет, мы бегали хорошо, мы бегали и наш объем больше, чем Фернс Вареша. Мое мнение, я не знаю. Какие бы вы было где сделаете после игры с Фернсом? Будете ли в следующем матче действовать так же, как сегодня? Нитерализовывайте в центре или? Я сначала буду спать хорошо, потом буду думать. Крайно. Вот выходил на замену Букадинович, новичок. Вот показалось, что он пока не сильно понимает, вот игроку тобыли несколько моментов. Такое показало впечатление, что он еще как бы не сыгран, как вы считаете? Он хороший, сильный игрок, очень быстрый игрок. И они деблея, я их видам на тренировках, но они не готовы пока. Эти две игры против Фернс Вареша, они не будут в главных ролях. Подождем, пока они подготовятся. Спасибо, мы завершаем. Спасибо. 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 Мы получили больше моментов, чем Пенен Сварад, чтобы победить один гол? Да, я думаю, что в вторую половину было больше моментов для Тобол. В первую половину мы получили большие шансы, я думаю. Были очень хорошие шансы. Но в целом, я думаю, что получили правильный результат. Что касается следующего шанса? Надеюсь, это будет легче для нас, потому что мы играем в доме. Мы тоже очень хорошие шансы, не только здесь, потому что шансы были прекрасны. Они были очень хорошие шансы. И мы надеемся, что мы сможем уйти, что мы сможем уйти. Канта-бол выиграете один гол в этом шансе? Конечно, конечно, они могут выиграть. Они имеют качество. Но наш работа – это остановить. И мы надеемся, что мы сможем уиграть больше. Что касается атмосферы в Косанайе? О, это было потрясающе. Да, fair play to the fans. Потому что они были очень хорошими. Все 90 минуты. Они были прекрасны. Очень хорошая атмосфера. Поэтому спасибо за них, потому что они сделали это очень хорошо. Как в Бритском атмосфере? Да, всегда немного другая. В Бритском атмосфере немного другая, но это было очень хорошая атмосфера. Спасибо. Спасибо. В общем, во всех пабликах была фотография автобусов Еринсварыша. Якобы они привезли из Венгрии. На самом деле нет. Постаралась принимающая сторона. Мы это сами сделали. Постарались. И гостям все понравилось. Все? А тоже довольны? Довольны? Да, очень. И результатом тоже довольны они? Ну, результатом не очень, наверное, довольны, но не расстроены. Да? Все хорошо. Какие-то были у них еще пожелания, предпочтения? Особо таких пропустений в принципе не было. Но я не знаю, они всем довольны. Понравилось, как мы их встретили. Понравилось наше гостеприимство. Город тоже понравился. Но немножко остались недовольны погодой. Было очень холодно для них. Вчера? Ну и вчера и сегодня им холодно. У них очень тепло было? Ну для них это холодно. Для них это зима. Я думаю настоящая европейская там погода. Нет, для них немножко холодновато. А можно полу-у-у? Давай, давай. Замятки берутfin Yodan.